Блиц-ФМ 105.5 Оранжевая зима. В эфире Блиц-ФМ с 16 декабря. Оранжевая зима. Однако, несмотря на то, что закон требует доработки, уже известно, что его общая идеология сохранится. Как это отразится на нынешних пенсионерах и на что в старости смогут рассчитывать пока еще молодые люди? Вопросы напрямую мы адресовали управляющему отделением Пенсионного фонда России по республике Мариэл Владимиру Орехову. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, насколько молодым людям будет сложнее заработать пенсию и не получится ли так, что многие из них вообще в старости останутся без пенсии? В связи с рассмотрением новых законопроектов, связанных с пенсионным обеспечением Российской Федерации, планируется, что с 2015 года, с 1 января, изменятся условия формирования будущих пенсий. Как и на сегодняшний день, право выхода на пенсию у нас будут иметь по новому законодательству женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины 60 лет. Но новшества, которые введены во второй момент, это связаны со страховым стажем. Значит, если на сегодняшний день достаточно гражданину проработать 5 лет, и этого достаточно для оформления трудовой пенсии, то по новому законодательству страховой стаж увеличивается до 15 лет. Есть, конечно, некоторые оппоненты данного законодательства задают вопросы. 15 лет не слишком ли большой стаж и так далее. Но вот если даже посмотреть по статистике по этому году, граждане 53-го мужчины и 57-го года женщины, которые в этом году выходят на пенсию, мы у себя проанализировали, где-то около менее 3% граждан имеют стаж менее 15 лет. А так в среднем, кстати, этот показатель, между прочим, он не только характерен для Мариэл, но и для всей Российской Федерации. А в среднем, в общем-то, граждане, выходящие сегодня на пенсию, примерно имеют стаж в пределах 30 лет. Ну и следующий параметр, это для того, чтобы выйти на трудовую пенсию, это нужно набрать 30 пенсионных коэффициентов. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за коэффициенты и насколько реально и трудно их заработать? Они зависят, в первую очередь, от заработной платы. Значит, чем выше заработная плата, тем больше шанс заработать 30 пенсионных коэффициентов, или, как мы говорим, баллов. Но для того, чтобы 30 баллов заработать, если взять такой параметр, как 15 лет, допустим, при получении зарплаты в размере двух минимальных размеров оплаты труда, то есть где-то 10,5 тысяч, гражданину нужно проработать 15 лет. Но если, допустим, как на сегодняшний день, кстати, это очень характерно, когда у нас работодатели пытаются платить только один мрот, а, соответственно, оставшуюся часть выплачивают в конвертах. Ну и, соответственно, гражданину, чтобы заработать этих 30 баллов при официальной уплате и перечислении страховых износов из расчета одного мрот, придется трудиться 30 лет. Поэтому, фактически, граждане должны для себя, наверное, все-таки понять и осознать, что необходимо, в первую очередь, работать и трудиться на тех предприятиях, где выплачивается белая зарплата, где работодатель полностью перечитает страховые износы за своих работников. Формирование вот этой бальной системы и баллов, в первую очередь, зависит от перечисленных страховых износов именно на страховую часть. При получении зарплаты в размере двух мрот гражданин может заработать, если он полностью перечитает на страховую часть, он зарабатывает 2,2 балла. Если гражданин выбирает формирование накопительной части, то, соответственно, количество баллов в год у него приравняется где-то 1,3 балла. Мы затронули, наверное, самый обсуждаемый сегодня вопрос, стоит ли вообще формировать накопительную часть или нет, и что будет с уже накопленными средствами. Ну, наверное, формирование накопительной части – это все-таки дело самого гражданина. И он для себя должен понять и осознать, что действительно, что он хочет иметь при достижении пенсионного возраста. Ну, вот мы в предыдущем рассмотрели пример, где действительно при минимальной оплате труда, то есть ниже среднего в регионе, допустим, или в России, приходится действительно трудиться более длительный срок, чем тот, о котором оговаривается непосредственно 15 лет, который оговаривается как минимальный страховой стаж. Значит, у кого зарплата выше, конечно, здесь у данных граждан беспокойство поменьше. Почему? Потому что он своей заработной палатой практически перекрывает, зарабатывает эти баллы. Но здесь хотелось бы также сказать, что то, что касается по второй части нашего опроса, это связано с размещением накопительной части. Предусматриваются мероприятия, при которых негосударственные пенсионные фонды должны пройти аккредитацию, пройти лицензирование. После этого только пенсионный фонд берет на себя обязательство перечислять те страховые износы, которые поступают от граждан, кто принял решение размещать данные средства в негосударственном пенсионном фонде. В общем-то, тоже очень много поступает вопросов и просят разъяснить, как все-таки будут данные суммы, которые будут временно размещены в пенсионном фонде, индексироваться. Потому что на сегодняшний день негосударственные пенсионные фонды имеют инвестиционный доход. В соответствии с законодателем предусматривается, что те средства, которые должны быть размещены в накопительной части, будут индексироваться не ниже, чем индексация пенсий в текущем году. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, что будет происходить с пенсиями нынешних пенсионеров? Значит, ущемление прав пенсионеров сегодняшних происходить не будет, но у части категории получателей пенсии, в первую очередь, это женщина, которая имеет трое детей, будет уже учитываться, включаться стаж, период по уходу за детьми не три года, а четыре с половиной. Ну и, в общем-то, все обязательства, которые на себя государство берет по индексации пенсий с 1 февраля и с 1 апреля, они остаются в силе. Вот сейчас буквально мы завершили формирование бюджета и формирование бюджета на три года. Эти суммы заложены, предполагается, что в 2014 году страховая часть трудовой пенсии будет увеличена на 8,1%, в 2015 году 7,1% и 6,6% в 2016 году. Владимир Владимирович, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Блиц-ФМ 105,5 Оранжевая зима В эфире Блиц-ФМ с 16 декабря Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин